Чтобы тушь для ресниц из оружия преображения не превратилась в оружие массового поражения, всё внимание на состав. Заметили в нём продукты нефтепереработки, парафин и микрокристаллический воск? Нехорошо. Представляют они опасность для сальных желез, находящихся у основания ресниц. То есть они их могут закупоривать, вызывать так называемый комедогенный эффект. На глазах это может проявляться регулярным образованием ячменей. Безопасно тушь на основе природного воска, к примеру, канделильского, корнаубского или горного. Он очень тягучий и помимо залегания по диаметру, он ещё обеспечивает эффект вытягивания. То есть он как бы продолжает ресницу и вытягивает его примерно на 2-3 миллиметра. Исключение из этого воскового правила составляет лишь воск пчелиный. Во-первых, апипродукт может стать причиной сильнейшей аллергии. Есть и второй минус. Склеивает ресницы как раз большое количество пчелиного воска. Это же является причиной осыпания туши, то есть неплотного прилегания к ресницам. Переходим к полезным компонентам. Запоминайте. Касторовое масло способствует росту ресниц. Протеины шёлка укрепляют, а алантаин придаёт ресничкам лёгкий блеск. И последняя щёточка. Именно от неё зависит 50% успеха. Запомните. Обычная щетинистая может слегка электризовать ресницы, из-за чего тушь со временем скатывается в комочки. Другое дело её коллега из силикона. Главное, чтобы она была не тонкая, а вот такая потолще. Тогда тушь будет распределяться равномерно, что сделает ресницы неотразимыми, а взгляд выразительным.